Здравствуйте, дорогие водолеи! Добро пожаловать на канал! Меня зовут Виктор Ферман, а это ваш лунный гороскоп. Прогноз на следующую неделю, с 19 по 25 августа. Множество разных событий может вас поджидать. Давайте поскорее узнаем подробности. Наливайте вкусный чай или кофе, подписывайтесь на канал, если случайно на него попали. И не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Мы начинаем! В понедельник полнолуния в вашем знаке зодиака, дорогие водолеи, в первом доме гороскопа. Полнолуние привносит в нашу жизнь какую-то ясность, дает результаты наших прежних решений, наших действий. Вспомните, что вы начали, какой проект, какое дело вы начали в начале августа, когда было новолуние. Это со 2 по 6 число. И сейчас, в период полнолуния, могут прийти какие-то результаты. Может быть, вы в чем-то участвовали в творческом, может быть, вы были руководителем в каком-то процессе. Вот сейчас это дело, которым вы занимались или занимаетесь до сих пор, должно принести свои плоды, свои результаты. Первый дом гороскопа отвечает за нашу внешность, поэтому, возможно, придут результаты, связанные со спортом. Может быть, вы занимаетесь спортом, прокачиваете свое физическое состояние, и придут результаты. Вы похудеете, вы добьетесь каких-то новых рекордов для себя лично. Это замечательно. Либо, возможно, кто-то из водолеев делал пластическую операцию, или ходил к косметологу, или брал какие-то консультации у психолога для своего личностного роста, к примеру, то это тоже даст какие-то плоды, тоже даст какие-то результаты. Может быть, вы что-то поймете. Либо после похода к косметологу что-то внешне у вас изменится, подтянется лицо. Также полнолуние – это финишная черта, заключение какого-то проекта, в котором вы были. То есть, точка, все. Я закончил этот проект, я закончил это дело, перехожу к другому. Поэтому в полнолуние хорошо завершать начатые дела. Вторник и среда, луна переходит в знак зодиака рыбы, ваш второй дом гороскопа. А это желание убежать от проблем, от финансовых проблем, финансового характера. Вы захотите переложить финансовые проблемы на кого-то другого, или отложить финансовые вопросы на попозже. Сейчас вы не захотите решать какие-то проблемы, связанные с деньгами. Может быть, это долги, может быть, это что-то еще. То есть, сейчас вы захотите немножечко избежать проблем, убежать от них, немного скрыться, так сказать, и сейчас принимать решения вы не будете способны. Это ничего страшного, водолеи. Может быть, вам просто больше нужно времени для подумать. Когда луна в знаке зодиака рыбы, мы стремимся еще и к уединению. Поэтому, может быть, вы будете покупать во вторник, в среду какой-то билет, не знаю, там, на самолет, чтобы улететь в отель на краю моря, где никого нет. Вы захотите побыть одни. Или, может быть, вы поедете за город, в лес, на дачу, там, где почти никого нет, чтобы немного вот побыть наедине со своими мыслями. Захочется так вот вам во вторник и в среду. Когда луна в знаке зодиака рыбы, нельзя поддаваться отрицательным эмоциям. Я об этом говорил и другим знаком зодиака, что не нужно накручивать себя во вторник и в среду. Если вы поймаете негативные мысли, они вас утащат очень глубоко и надолго. Не на пару дней, а может даже на неделю. Поэтому я вам советую общаться во вторник и в среду с людьми, с которыми вам приятно, с которыми вам хорошо, с которыми вы чувствуете себя расслаблено. Люди, которые принимают вас такими, какие вы есть. И тогда все в вашей жизни наладится. Второй дом гороскопа отвечает за таланты, за способности, поэтому вы можете монетизировать свои таланты, вы можете получить какие-то выплаты благодаря своему творчеству. Поэтому здесь я желаю вам удачи, дорогие водолеи. Четверг и пятница луна переходит в знак зодиака. Овен, ваш третий дом гороскопа. А это то время, когда усиливаются родительские чувства. Усиливаются чувства по отношению к родственникам, даже так бы сказал. Третий дом отвечает за общение и за коммуникацию. Четверг и пятницу обязательно позвоните родственникам, брату или сестре, узнайте, как у них дела. Если у вас намечены какие-то встречи с родственниками и обсуждение каких-то бумаг или обсуждение каких-то договоров, обсуждение каких-то новостей, то четверг и пятницу вы тоже сможете пообщаться и о чем-то договориться. Также третий дом отвечает за транспорт. И здесь вы можете проявить какую-то активность. Вы можете решиться на то, что получаю водительские права. Все, без этого я не могу. Либо вы пересядете на другой автомобиль. То есть вы будете менять автомобиль. Вообще любые новости касательно транспорта вы сможете тоже решить в четверг и в пятницу. Потому что Луна все-таки будет проявлять у вас инициативность. Мотивация какая-то у вас будет, чтобы решать вопросы, связанные с транспортом в том числе. Третий дом гороскоп отвечает также за куплю-продажи. Поэтому если вы работаете в этой сфере, продавец-консультант, риэлтор, то могут прийти новые клиенты в четверг и пятницу. Вы сможете договориться о сделке. Но хочу сразу предупредить, что какие-то финансовые документы лучше все-таки не подписывать. Потому что ретроградный Меркурий до конца августа. И перенести лучше какие-то важные подписи на сентябрь. Также, когда Луна в Овне, мы можем навязывать свое мнение и тем самым провоцировать других людей на ссоры и скандалы. Поэтому я советую водолеям все-таки не перечить людям в четверг и в пятницу, а суметь договориться, так сказать, выйти на уровень дипломатии. Высказать свое мнение и стараться его не навязывать другим. В субботу и воскресенье Луна переходит в знак Зодиака Телец. Ваш четвертый дом гороскопа усиливается восприятие к окружающей красоте. И одновременно с этим может возникнуть чувство ностальгии водолея по четвертому дому. Четвертый дом – это место, где вы родились, там, где вы провели детство. Возможно, кто-то из водолеев решится поехать домой в эти выходные, если вы живете в другом городе, к примеру, или в другом районе. Вы захотите погулять по знакомым улочкам, встретиться со старыми друзьями не помешало бы вам в субботу и воскресенье, пообщаться, вспомнить о каких-то былых временах. Для вас это будет важно именно в эти два дня. Поэтому я думаю, вы сможете найти время для каких-то поездок. Четвертый дом отвечает за родителей, за маму и за папу. Поэтому вы захотите побольше с ними пообщаться, получить от них какой-то поддержки, нежности какой-то человеческой. Захочется как-то с ними поговорить по душам в субботу и воскресенье. Вам, может, это тоже удастся. Самое главное – уделить этому время водолеям. Когда луна в Тельце, мы проявляем экономность. Поэтому все, что связано с недвижимостью по четвертому дому, вы, если сейчас планируете переезд, вы захотите сэкономить денег, к примеру, на грузчиках. Или вы захотите переехать в квартиру подешевле. Или вы захотите, может быть, сделать ремонт в квартире и тоже на этом сэкономить. Потому что луна в Тельце будет к этому призывать. Нет, не буду брать краску за 5 тысяч, возьму за 500 рублей. Но самое главное, чтобы краска была хорошая, чтобы не было потом аллергии у вас, дорогие водолеи. Ну и одновременно с этим мы можем быть немного, знаете, замедленными, ленивыми. Какие-то вопросы касательно недвижимости с родителями мы можем сейчас не решить в субботу-воскресенье. Не будет сил на это. Как-то вот вы будете чувствовать, возможно, себя даже как выжатый лимон в какой-то степени. Может быть, из-за работы, может быть, из-за бытовых каких-то вопросов. Вот немного замедленность будет. И самое главное – предупредить родственников, чтобы они от вас ничего сверхъестественного не требовали. Потому что все-таки, возможно, будет упадок сил в выходные дни. Не нужно расстраиваться, если вдруг что-то не успеете в субботу-воскресенье. Дайте просто себе отдохнуть и восстановиться. Мне осталось добавить только одно, дорогие водолеи. Пожелать вам удачи. На следующей неделе подумайте о финансовой стороне вопроса. Потому что много, возможно, будут каких-то событий, связанных с финансами. Ну и также пообщайтесь с родственниками. Не подписывайте все-таки важные документы. Отложите на сентябрь. И посетите отчий дом. Посетите родных. Посетите места, в которых вы давно не были. И к которым вам тянется душа. Вот прям так сформулирую. Вы восстановите быстрее свои энергетические силы. И немного придете в какой-то внутренний баланс. Спасибо большое всем за просмотр. Пожалуйста, не забывайте ставить лайк и подписываться на телеграм-канал. Ссылка под этим видео. В телеграм-канале я публикую анонсы и новости касательно будущих прогнозов. Ну и он существует для того, чтобы мы с вами не потерялись. Поэтому обязательно подписывайтесь. Удачки вам, водолеи. Крепкого здоровья. Вы все решите непременно. Самое главное дать себе немного отдохнуть. Если вы чувствуете, что устали. Не нужно брать на себя больше, чем положено. И все тогда будет. Хорошо. Всем до свидания.